Мы с Сергеем Евгеньевичем решили прийти к вам сегодня посоветоваться. Знаете, и члены Совета Федерации, и депутаты Государственной Думы высказывают очень большую озабоченность ситуации вокруг Сирии. И мы полностью разделяем ту линию, которую вы проводите, о недопустимости своего вмешательства без санкций ООН, без резолюции ООН, без имеющихся на то оснований, о недопустимости нарушения международного права и заявление президента Соединенных Штатов Америки о том, что он обратится в Конгресс для того, чтобы получить согласие на возможные силовые удары против Сирии. Мы считаем, что надо активнее подключиться и к парламентам наших стран. И мы хотим по своей линии обратиться к сенаторам, у нас хорошие контакты, мы с них независимо ни от чего, мы их стараемся поддерживать, потому что считаю, что нужно все-таки в рамках диалога находить понимание, мы бы считали очень важным именно в этот момент обратиться к сенаторам по линии Государственной Думы и в целом к Конгрессу и выйти на диалог с нашими партнерами. Поскольку по линии исполнительных органов власти пока позиция такая, может быть, чтобы мы высказали свои аргументы, чтобы мы вошли в диалог, чтобы мы начали лучше понимать, мы не хотим конфронтаться, мы хотим лучше понимания между парламентариями, представительными органами власти, которые, в конце концов, представляют интересы народа и людей. А мы видим, какая реакция в мире сегодня. Во многих странах идут митинги, протестные акции, в том числе и в Соединенных Штатах. И те социологические опросы, которые проводятся, показывают, что абсолютно большинство людей против какого-либо внешнего вмешательства в дела суверенного государства. И мне кажется, если мы сумеем выстроить диалог с нашими партнерами по Конгрессу, обменяться мнениями, аргументами, может быть, мы лучше станем понимать друг друга, и мы рассчитываем, что Конгресс США все-таки займет взвешенную позицию. И без наличия веских аргументов, а сегодня мы видим их просто нет, только в общей разговоре, он не поддержит внесенное предложение о возможных силовых акциях против Сирии. Если вы нас поддержите, мы готовы активно сейчас включиться в эту работу, направить делегацию, пригласить сенатора в Россию, вступить в такой активный диалог. Мне кажется, это своевременно, и можно рассчитывать на лучшее понимание. Владимир Владимирович, мы на прошлой неделе через средства массовой информации обратились к парламентариям зарубежных стран, очень внимательно подумайте, крайне серьезно отнестись к той ситуации, которая сложилась в Сирии. И, как оказалось это небесполезным, парламенты ряда стран Западной Европы занимают очень взвешенную и такую здоровую позицию. Думаю, что такая особая работа с конгрессменами Соединенных Штатов в Америке была бы здесь небесполезной. Я не очень понимаю, чем я могу вам помочь, но считаю, что инициатива очень своевременная и правильная. Действительно, чтобы лучше понять друг друга, нет другого пути, как прямой открытый диалог с аргументами, с изложением своей позиции. Думаю, что ваши американские коллеги могли бы лучше почувствовать, понять, на чем основана позиция Российской Федерации, выслушать наши аргументы. Нелишним, разумеется, будет послушать и на американских партнёров. И вообще такой диалог между парламентами, безусловно, будет существенной частью развития российско-американских отношений в целом. Поэтому, конечно, всё, что к мне зависит, будет сделано для того, чтобы вас поддержать. Мы хотим обратиться в Министерство иностранных дел, чтобы нам оказали соответствующую поддержку. Мы сформируем такую общую делегацию Федерального собрания. И в ближайшие дни, поскольку Конгресс начнёт работать 9 сентября, в ближайшие дни организуем такую поездку. Надеемся, что наши коллеги из Конгресса США с пониманием воспринимут такую инициативу. И всегда диалог лучше, чем его отсутствие. Я переговорю с министром основной. Спасибо. Спасибо.